Продолжаем рассказывать вам про новости рэп игры. Разберём, почему же Слава Мерлоу не поддержал своего друга и коллегу. Что ж, давайте приступим. Но перед тем, как мы начнём, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Сперва поговорим про реакции на релиз Алишера. В этот раз их получилось не так уж и много. Причина нам до конца не ясна, но кажется, этот альбом Моргенштерна будет далеко не самым прослушиваемым в его карьере. Как вы уже знаете, в ВК миллион прослушиваний релиз получил намного медленнее той же Банданы. Да и до сих пор на пластинке в ВК нет 10 миллионов стримов. Нет сомнения, что в будущем эта цифра будет достигнута. Но про рекорды тут точно говорить не стоит. Возможно, именно поэтому и реакций на альбом Last One получилось не так уж и много. Но они все равно интересные. Начнем с Джарахова. По альбому Алишера, ну, половина мне зашла, половина не зашла. Но это определенно взрослая музыка. Наверное, один из главных комплиментов странных в сторону альбома Алишера, то, что есть треки, которым пока что по ощущениям не готовы у нас. Сейчас объясню, что я имею в виду. Когда я вышел, последний альбом Дрейка, мне вообще не понравилось. Я ни хуя не понял. А через несколько месяцев расслушал и пи*** меня все разъебало. Есть ощущение, что есть треки на альбоме Алишера, которые вот повторят эту судьбу. Сейчас послушают люди такие, ну, это хуя знает, а потом расслушивают. Дорблю, блядь, мой фаворит. Дисна, Гуфы, разъеб... Нас тут всех просто кошмарно. Короче, круто. Но, наверное, много ожиданий было. Поэтому у меня три дня дождя сегодня вообще... Потому что я ничего вообще не ждал от три дня дождя. Меня просто порвало до слез. Ну, Алишера, поздравляю, это взрослая музыка. Подруги пришли, они не слушали альбом Алишера, поэтому слушаю его еще раз. Начинает нравиться больше. Но у меня просто к музыке Алишера вообще определенное... Я ему много раз говорил отношения. Я пи*** как обожаю его лиричные песни. Там, типа, одна из моих любимых, наверное, его песен, это веселая песня с Кридом. То есть, когда Алишер... Не, вы... Вот эти шутки не делает, которые он делает постоянно. Начинает открываться, петь. Я прям, ну, ну, я, блядь, я теку на... Ну, хотя сейчас уже я слушаю второй раз, и какие-то кочевые вещи мне уже заходят. Блядь, релизная пятница раз... Три дня дождя вообще, чуваки. Я, ну... Эльдар Джарахов уверен, что в будущем люди до конца прочувствуют новый релиз Моргенштерна. Мы тоже на это надеемся, потому что пластинка действительно получилась достойной. Хотя сам Алишер говорил, что он просто собрал в один лонгплей все свои невыпущенные работы. Ну, а от кого еще появилась реакция на релиз? Можно послушать, например, мнение Букера. Значит, по альбому. Ну, что могу сказать? Во-первых, это, очевидно, лучший альбом Моргенштерна из всех, что у него были. Лучше, чем Легендарная Быль. Лучше, чем Миллион Даллар оба релиза. Потому что вот человек говорит, что я столько прохавал дерьма, чтобы написать этот альбом. По факту, возможно, у Алишера в жизни было мало переживаний каких-то, мало трудных кризисных моментов, да, которые можно... Ну, то есть такие, которые в себе не спрячешь, которые реально нужно проживать, в которых нужно выживать, в которых нужно двигаться и так далее. Если ему это было нужно, все вот это вот говно, которое он прошел с выдворением из страны, с уголовными делами, с разводом и т.д., чтобы записать альбом, который интереснее, чем все остальные его альбомы, по звучанию, по содержанию, по фишкам, как аттракцион, как какое-то высказывание. Ну, наверное, это хорошо. Наверное, заинтересно, что человек смог преобразовать свой негативный опыт в действительно хорошее музло. Есть удачные треки. К сожалению, при этом фиты в большинстве своем какие-то надуманные, честно говоря. Вот. Фиты... Фитов могло бы не быть в целом, потому... Ну, то есть это бы практически не испортило альбом, не считая фита с LJM и, конечно же, фиточку с гуфом легендарного. Слушайте, ну, есть очень удачные. Есть очень удачные тречки. Чуваки, то, что вот на миллион-доллар бизнес почти все хиты, тут такое близко нет. Нет, это раз слушается через несколько месяцев. Тут есть потенциальные, есть охуенно потенциальные песни. Это, наверное, не пиздец альбом Бэнгер и не то, что все ждут от Алишера, но это альбом, который, в отличие от большинства его творчества, ну, если вот в абсолютном большинстве брать, у него есть охуенно удачные песни, которые неиронично можно слушать, но какую-нибудь легендарную пыль преимущественно все слушали просто по приколу, потому что бахает, пукает, да, и смешные слова. Здесь же это альбом, который, ну, неиронично составляет какое-то цельное музыкальное высказывание. Это классно. У него есть звук, у него есть нарратив. Как видите, это уже вторая реакция, где люди уверены, что альбом будет принят в будущем. А главная причина в том, что Алишер сделал не то, чего все от него ожидали. Хорошо, что артист идет вперед в музыкальном плане. Особенно это важно именно для Моргенштерна, ведь в музыкальной критике к нему принято относиться снисходительно. А теперь он показал, на что способен. Можно послушать, кстати, еще и мнение от хозяев. Вернее, посмотреть, на момент, где фреймтеймер услышал строчку про себя. Из интересного реакция Славы Мерлоу на альбом Моргенштерна. Вернее, реакции никакой не было. Зато Слава в своих социальных сетях поддержал выход нового релиза Лил Кристалла. Странно, что он никак не поддержал своего коллегу, с которым дружил и сделал очень много хитов. Да чего уж говорить, во многом своей популярности Слава обязан именно Моргенштерну. Но, видимо, несмотря на слова или ширина в писке, отношения между музыкантами так и не пришли в норму до конца. Со Славой тоже оборвал коннект. Да, мы одно время вообще даже как-то... У нас произошел ряд недопониманий, так сказать, и с его стороны, и с моей, но мы вовремя это не проговорили, а просто как-то, не знаю, ну, чувствовал, что вот напряжение висит. Вот, а недавно мы созвонились, обо всем попи***ли, и я его люблю. А он любит меня, и у нас все хорошо. Также из реакции от представителей рэп-игры можно отметить пост от Энда Блэка. Этот артист уверен, что Моргенштерн перед созданием своего релиза послушал его пластинку «Плохие привычки». Что ж, теперь давайте перейдем к другим новостям нашей рэп-игры. Моргенштерн – это сегодня самый обсуждаемый иностранный агент, но с ним может посоревноваться Оксимирон, тоже иностранный агент. Янович выпустил новый трек. Он называется «НЛО» и записан при участии «Эйтин». Трек свежий, упоминается шапкой с клипа «Ойда». Артиста «Эйтин» вы можете помнить по треку «Земной шар». Янович не наврал, когда говорил, что 2022 год будет богат на релиза от него. Конечно, политическая ситуация внесла в его планы некоторые коррективы, но мы видим, что под конец года он начал выпускать музыку каждую неделю. В этот раз трек про НЛО, который повествует об отношениях с внеземным существом. Причем про отношения во всех смыслах. Не обошлось и без политических панчей. Нам же тема этого трека напомнила другую известную композицию. Мы говорим про песню Gone Flood'а «Human Suit», где речь тоже идет об отношениях с представителем другой планеты. В чартах Apple Music уже больше года живет релиз «Белым шумом» для «Сна детей». В 2022 году этот EP на фоне политической обстановки, поменявший всю муз-индустрию, даже занимал первое место в этом чарте. Баста решил сыграть на этом феномене и выпустил фит с «Белым шумом». Мияги и Эншпиль, да-да, снова пишется так, а не Энди Панда, выпустят новый альбом «Хатори». Произойдет это, по всей видимости, в октябре. Вчера вышел тизер. А теперь давайте поговорим про западные новости. Пока альбом Lil Baby и It's Only Me штурмует чарты, артист выпускает клип на песню Stand On It, которая мгновенно стала самой обсуждаемой на пластинке. Все дело в строчке, которая, как уверены фанаты, адресована участнику Мигас, Куэйву и его бывшей рэпер-отистке Суити. Осенью прошлого года пошли слухи о том, что у Суити и Lil Baby роман. Девушка постила фотки с новым парнем, но не показывала его лица. По одежде детективы в сети тут же вычислили, что это, скорее всего, был Lil Baby. В ответ на это Куэйва запостил фотографию с текстом. Без проблем, можем поменяться. И вот прошел почти год. И в траге Stand On It, Lil Baby, используя ту же формулировку, что была в посте Куэйва, читает. «Она мне не нужна. Обмена не будет». После выхода альбома у Lil Baby спросили, нет ли между ним и Мигас каких-то недопониманий. Рэпер все отрицает. Вот его цитата. «Ничего такого». Я хотел сначала прокомментировать эти слухи, но потом понял, что лишь разожгу их с большей силой. Еще один любопытный факт. На недавнем альбоме дуэта Take Off и Куэйва у последнего есть такая строчка. «Она у меня за спиной была с моим корешем, но я не переживаю». Появилась даже такая версия, что это намек на то, что Sweetie встречалась с аффсетом. И именно эта история могла стать причиной раскола внутри группы Мигас. «Баленсиага прекращает любое сотрудничество с Канни Уэстом». Компания Kering, которая владеет французским фашн-брендом, официально об этом заявила. «Баленсиага не сотрудничает и не планирует никаких проектов с этим артистом», говорится в заявлении. Совсем недавно Канни участвовал в показе «Баленсиага 2023» и ходил по грязи в костюме, напоминающем футуристический боевой костюм, и в брендированной боксерской капе. Сейчас эти снимки удалены с сайта бренда. Это еще одно последствие череды скандальных заявлений ИИ, среди которых были и антисемитские. Интересно, что до этого с ним прекратил сотрудничество бренд Гэб. А на сегодня у нас все. А какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!